Для самого первого пользователя, зашедшего на страницу, ветка нет в блоке схемы работы технологий, действует CMS, подобное действие при работе вообще без композитного режима. В самом начале система проверяет наличие прав у пользователя на получение страницы. Подключена страница к системе композитного кэша, наличие собственно файлов кэша, если хотя бы одно из условий не сработало, то идет формирование динамической страницы обычным образом. Далее, так как уже у нас происходит формирование страницы, подключение шаблонов, выполнение PHP скриптов, следом взаимодействие с базой данных. Тут у нас используется событие OnEndBufferContent, а в общем остальном HTML также формируется и выдается пользователям. Пользователь получает страницу за те же секунду с чем-то, которое мы с вами только что видели. Но тут весомое отличие, что у нас есть событие OnEndBufferContent, которое мы используем и в нем производим ряд действий. Заменяем код динамической зоны на заглушке, который определяет программист разметкой. Добавляем JavaScript загрузчик. Высчитываем контрольную сумму страницы. Сохраняем на жесткий диск, а сформирован до первого пользователя HTML-код страницы. Для второго и последующих пользователей действия системы таковы, ведь два системы технологий. Браузер пользователя посылает клиентский запрос на веб-сервис с адресом данной страницы. Система проверяет наличие прав у пользователей на получение страницы, подключенность страниц к системе композитного кэша, наличие собственного файла в кэше. Если условия совпали, то выполняются и параллельные действия. Веб-сервис отправляет пользователю, сохраненный на диск HTML-код страницы. И при этом JavaScript загрузчик посылает фоновый для пользователей запрос на актуальные данные. Получив второй запрос веб-сервера, в фоновом для пользователей режиме исполняет страницу. В конце выполнения страницы на событие OnEndBufferContent происходит следующее. Считаем контрольную сумму вновь созданной страницы. Обновляем страницу в композитном кэше, если сумма не совпала. Собираем динамику, отбрасываем статическую часть. Собираем некоторые дополнительные данные. Загрузчику отдается JSON. Загрузчик рассматривает контент и выполняет JavaScript. Теперь давайте же проверим, насколько и как у нас загрузится та же самая тиражка интернет-магазина. Единственным отличием, что у нас теперь сайт работает в композитном режиме. Об этом нам свидетельствует то, что внизу у нас имеется соответствующий баннер. Итак, открываем опять необходимые инструменты и обновляем страницу и смотрим, что у нас происходит. Итак, как видите, теперь у нас начальный HTML-код был получен, посмотрите, за рекордные 90 миллисекунд. Думайте в эту цифру. Следующим же у нас пошел AJAX-запрос, который добрал необходимые данные для загрузки в динамические области. И этот запрос у нас закончился примерно после секунды. Но до того, как вместе с этим запросом также у нас пошла загрузка всех подключаемых файлов, включая картинки. Вот это все у нас загрузилось и страница была полностью готова чуть более чем через полторы секунды. То есть, как видите, ускорение просто значительное у нас произошло. Сайт пользователей увидел уже готовый HTML за очень короткое время, 90 миллисекунд. Далее пошли грузиться картинки и уже в фоновом режиме у нас подгрузился контент в динамической области. На примере вы можете посмотреть, как у нас подгружается корзина. И еще раз. Вот у нас была корзина. Как видите, она после того, как у нас второй хит прошел, подгрузилась, что корзина у нас 0 товаров на сумму 0. А до этого просто была надпись корзина. Но пользователю важно, что он уже видел цельный сайт. А вот эти мелочи, которые ему пришлось чуть подождать, у него не вызовут никакого отторжения. Давайте посмотрим, что теперь у нас в HTML коде данной страницы. Открываем исходный код. И здесь мы видим в самом начале скрипт фонового хита. Вот у нас тут представлен этот, собственно, скрипт. И давайте, собственно, найдем области, которые у нас являются динамическими. Вот, как видите, GIFS ID, BXDynamic и какой-то код, где у нас, собственно, авторизация происходит. Там загружается, в случае, если вы авторизованы, загружается ваш логин, кнопочка «Выйти». Продолжение следует... Продолжение следует...